Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. Подскажите, пожалуйста, как понять поведение человека на работе? Около года работаю в одной компании, коллектив молодой и приветливый. Есть на работе один человек, который через пару месяцев стал мне даже симпатичен. Ему 36 лет, не женат и очень закрыт. Хотя это работа, зачем там раскрываться? Сначала он вызвал довольно приятные чувства, располагал к себе. Поможет, комплимент сделает, то есть какой-то период времени на него можно было положиться. Потом видишь, что кто-то начинает с ним относиться к симпатии и просто выстраивает стену. Причём это не только со мной. Кто зовёт меня на какой-то пикник, хоть и рабочий, кто говорит что-то вроде «ты жилица нашей компании, наша звезда», предлагает помощь. Вот недавний случай, решили ехать за делом на субботник. Он предложил меня подвезти до места и другую помощь. Пообщались как-то очень хорошо, уже вечером после работы по телефону я был не на месте, а на следующий день он на вопрос, что он меня довезёт, отказался на отряд. Сказал, что в машине пакеты и т.п. В таких случаях уже не один. Не тот, что я сделал на него ставку, но просто даже чисто в рабочей атмосфере у него такие качели, которые не всегда понятны. И только так с девочками. Да, те, кто с ним учился, он инженер, говорили, что такое поведение было характерно и в студенческой годе с противоположным полом. Или это издевательство, или глупая игра. Живёт он один из сверху, скромный, очень отстранённый. Скажите, пожалуйста, как с такими людьми общаться и почему такое поведение складывается, или я его так раздражаю. Заранее спасибо. Смотрите, я думаю, что мы, как психологи, не можем комментировать третьих лиц и обсуждать третьих лиц. Это прямо противоречит профессиональной этике, вот. Поэтому делать этого мы не будем. По крайней мере, не буду делать этого я. Совершенно точно. Потому что, на мой взгляд, это не профессионально. Вот. Из уважения к вам. Из уважения к вам. Так действовать я не буду. Я думаю, что на самом деле, относительно вот того, почему человек ведёт себя тем или иным образом, вообще говоря, можно гадать их только. То есть можно, вот, только строить гипотезу. Ну, собственно, как вам и сказала моя коллега. Вот. То есть это, на мой взгляд, абсолютно бесперспективная история. Вот. В которой можно очень легко потеряться. Да. Можно предположить, что у человека привозно избегающий тип личности. Можно предположить и даже наверняка сказать, что это не игра и не издевательство. Вот. Но. Лично я думаю, что вам это не особенно интересно будет. То есть лично я думаю, что вы, условно говоря, если уже решили, что эта игра, если вы уже решили, что, вот, ну, условно, да, что он с вами играет, например, и так далее, то вас не переубедить. И дело не в том, что я хочу вас переубеждать. Дело немножко в другом. Дело, дело все здесь заключается в том, что вас это задевает. То есть вас задевает то, как он себя ведет. Вам неприятно то, как он себя ведет. И вот с этим аспектом, аспектом того, что вас это задевает, нужно работать. Потому что человек может быть в принципе каким угодно. Человек может быть каким угодно. Человек может вести себя как угодно. Но если вас это задевает, то это, я бы сказал, ваша, собственно, уже идет проблематика. То есть, чего-то он касается такого в вас, а чего-то он касается такого в вашей личности, что вам болезненно. И вот я думаю, что на это нужно обратить внимание. Вам. Понимаете? На это нужно обратить внимание. Чего он такого касается, что такого во мне он задевает, что мне вот больно. Я не думаю, что человек ну, изменится. То есть, я не думаю, что человек будет меняться. Я думаю, что если он такой вот, грубо говоря, всю жизнь, да, то я не думаю, что он изменится. Поэтому, если вы хотите, значит, с ним как-то вот, ну, отношения какие-то выстраивать, например, и так далее, вот, то вам нужно принять, что он не изменится. Вот. То есть, что его предложение о помощи, его такая вот, ну, условно говоря, его такая мягкость какая-то, да, это следствие того, что человек обладает вот такой особенностью. понимаете, да? И все. В общем, то есть, это не просто помощь, а это результат, это результат его особенности личности. Хотите вы этого или нет? По-большому счет. Вот и все. И, соответственно, ну, вот, решите для себя, да, готовы ли вы с такими вот, ну, с такими, как, с такими кошелями, да, мириться. Если не готовы, хорошо. Может быть, может быть, что-то изменится. что-то поменяется. А может быть и нет. Вот. Но если вам будет больно, если вас будет задевать такая вот его поведенческая модель, то я бы сказал, что отношения с ним вам выстраивать будет гораздо тяжелее. Вот и все. Поэтому вот я вас хотел бы спросить, как вы-то реагируете на его, ну, вот, такое поведение. Как вы реагируете на его такие изменения. То есть, ну, вот, опять же, судя по тому, что вы пишете, что вот это как-то, ну, похоже, да, на издевательство, вот это вот выдает какую-то вашу реакцию. Вам это неприятно, вы, вы как-то, вот, ну, реагируете на это, ну, вот так, как реагируете. И это, в принципе, нормальная реакция. Другое дело, принимаете ли вы ее в себе или нет? вы говорите о том, что не делали на него, значит, ну, не делали на него ставку, вот, вы говорите так. И я вам верю. но хотелось бы немножко поподробнее услышать, что такое ставка. То есть, вы говорите о потенциальном, ну, вы говорите о том, что рассматривали, рассматривали, или рассматриваете его как, вот, ну, потенциального молодого человека, вот, вы это имеете в виду сейчас? Или что? Или что-то еще, что-то другое вы, ну, имели в виду, когда так говорили? Ну, конечно, было бы неплохо, это понятно. потому что здесь отражаются ваши потребности в первую очередь. И если мы говорим о ваших потребностях, то, ну, наверное, к ним имеет смысл как-то вот, ну, более бережно относиться, да, чтобы иметь шанс на то, чтобы реально их удовлетворить. Вот. Тому как, ну, если вы хотите отношения, да, например, вы хотите отношения, или вы хотите там, с кем-то выстраивать отношения, то с этим человеком это будет, ну, довольно сложно. Не то, чтобы невозможно, а просто сложно это делать будет. Вот и все. как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.